Добрый день, уважаемые коллеги, мастера первого слова. Да, Санкт-Петербург традиционно в это время встречает мастеров дартса. В этом году это мероприятие проводится более обширно на другом, я бы сказал, на другом уровне, в преддверии Кубка мира, который пройдет в этом году в преддверии чемпионата мира, который пройдет в декабре в городе МВЕ, встречает гран-при России по Тарсу 2021. 16 участников, 16 мужчин, 18 женщин, лучшие спортсмены России встретятся в закрытом турнире, и, да, определять сильнейшего, кто дальше уже будет принимать участие в составе главной команды России на рынке мира в чемпионате мира. Также традиционно пройдет в эти же сроки турнир «Невские звезды» для остальных сильнейших мастеров дартса России, вот где определятся сильнейшие. В Петербурге приятно, что это пройдет на берегах Невы, в замечательном комплексе, на Литейном, как там, Литейный… 14 дворец Спорт-Олимпиад. Дворец Спорт-Олимпиад. У меня приятный адрес, я еще помню, в 1996 году, когда был образован после Олимпиады, 1996 года мы там встречались, нам там участвовал губернатор в то время в Санкт-Петербурге, в этом дворце, в этом году пройдут соревнования по дартсу. От себя хочу добавить, что дартс с 1991 года… С 89-го федерации дартс СССР, а, кажется, она с 92-го года федерация дартс России. С 92-го, да. Активно развивается, очень много любителей и профессионалов дартсов России, и, безусловно, это не может не радовать. Ну и всех читателей, слушателей, всех людей, кто интересуется спортом и физкультурой. Не могу в какой-то день сегодня не поздравить с наступающим Днем физкультурника, и пожелать всем крепкого здоровья и, собственно, примером, чтобы подрастающему поколению показали, что это действительно спортом нужно заниматься, и все эти структуры – это часть вашей обыденной жизни. И, конечно, очень хочется обратиться к мастерам «Бирали Слово» за поддержкой олимпийцев в эти непростые времена. Пишите, говорите об спортсменах, о спорте, да, потому что спорт – это мир. Спасибо большое. И дальше про те, которые у нас пройдет в городе Миньве, чего все любители дартса очень-очень ждут. Спасибо. Спасибо за предоставленное слово. Я хочу поблагодарить за очередную предоставленную возможность выступить вот совместно с представителем комитета по физкультуре и спорту. замечательную аудиторию перед вами, дорогие друзья. Хочу поблагодарить вот сам город на Неве за ту погоду, которую нередко он балует, не часто балует он своих гостей, за ту атмосферу, за тех спортсменов, которых воспитал этот замечательный город. В гран-при, который пройдет в нашем городе, будут действительно сильнейшие спортсмены, топовые спортсмены мировые, будет чемпион мира, обладатель Кубка мира Александр Орешкин, будет Борис Кольцов, который является действующим чемпионом мира, и более того, он уже и в турнире для профессионалов себя зарекомендовал в чемпионате мира, который проходил в Англии позапрошлым году. Вы знаете, что прошлый год у всех выпал, не только у спортсменов в календарном плане. Значит, и что хочется сказать, что примет также наша многократная чемпионка России Татьяна Новикова из Санкт-Петербурга, вот в турнире гран-при пробилась в топ 8 сильнейших женщин России на сегодняшний день по рейтингу, также вот она примет участие. Второй турнир вам более знаком, мы произвели, можно так сказать, ребрендинг этого турнира, ну, чтобы больше как-то еще приблизиться к городу на Неве, и традиционный турнир, который мы проводим с 2010 года, называемый «Санкт-Петербург-Копа», мы теперь с этого года как бы переименовали в турнир «Невские звезды». Действительно, как бы он как бы отражает то, что хоть он и получился второй по значимости турнир, но он также всероссийские соревнования рейтинговые, и также собирают лучших спортсменов, которые не пробились по результатам от 2019-2020 годов в топ 16 у мужчин и в топ 8 у женщин. Там будет многократный обладатель Кубка России, чемпион России Александр Афонин, Виктория Королева будет, ну, и многие другие спортсмены, которые, собственно говоря, горят в дарце. Вот. Все правила, которые предъявляют у нас на сегодняшний день законодательство региональное, санэпидемнадзор выполняется на наших турнирах традиционно. Турниры либо предъявляют паспорт о вакцинации, вы знаете, либо ПЦР-тест для принятия участия в этом турнире. Но это требование сегодняшнего времени. Вот. Поэтому, да, мероприятия будут закрыты, но в этом году нам опять удалось договориться с нашим официальным спортивным каналом, вы знаете, Матч ТВ, о прямой трансляции данных мероприятий. Финалы пройдут в прямом эфире 15 августа на одном из федеральных каналов, не Матч ТВ, там Матч Страна, еще в каком-то канале, в 16.30 запланированное время. Ну, группа компаний Матч. Вот. Также будет в прямом эфире на сайте Федерация осуществлена интернет-трансляция всего уже турнира, не только финалов. И будет показано на специально недавно созданном телевидении у нас ДАРЦ РФ ТВ в интернет-пространстве, пока еще на телевизионном пространстве не вышли, тоже будут показаны оба турнира в живом эфире. Вот. Ну, завершится мероприятие у нас двойной праздник, и День физкультурника, и День ДАРЦа в Санкт-Петербурге. Завершится у нас замечательным концертом Сергея Любавина. Ну, понятно, что у нас там будут призы спортивные различные от спонсоров. И пройдет еще турнир для приглашенных уже на концертную часть. Ну, это не официальный турнир для ВИП-гостей. Мы проводили, вы помните, уже снимали и для ветеранов спорта в Санкт-Петербурге пару лет назад, и для ветеранов войны, когда у нас в 2017 году на 9 мая, под 9 мая проходил, собственно говоря, наш турнир, еще тогда именуем Санкт-Петербург. Так что у нас, как всегда, будет программа разнообразная, интересная. Ну, жаль, что у нас на сегодняшний день действуют там ограничительные различные вещи. Но мы стараемся подстраиваться, не на минуту не останавливаться в своем развитии. Вот. Поэтому, как только откроется все это дело, то есть, конечно, у нас они еще с большим размахом будут проходить. И, конечно, мы приглашаем всех друзей нашего вида спорта, всех, кто любит просто спорт, болеет за петербургских спортсменов. Собственно говоря, все. Субтитры сделал DimaTorzok